Сегодня случилось то, о чем совсем недавно даже вслух не говорили. Нет, между собой, конечно, обсуждали, но дальше этого никто не рисковал идти. Наверное, боялись будоражить общество, а может в результате не были уверены. Но так или иначе, не дожив один день до пятницы 13-го, либерал-демократы направили в Конституционный суд проект изменения 13-й статьи Конституции. Их инициатива предусматривает переименование государственного языка в румынский. Но на сегодняшний день это не единственная попытка править основной закон. Демократы продвинулись дальше и даже создали спецкомиссию в парламенте, которая будет заниматься продвижением идеи евроинтеграции не только в жизнь, но и в Конституцию. Так что же стоит за этими решениями? Решениями, которые, согласно опросам, разделяют далеко не все граждане. Почему они возникли именно сейчас? А главное, каковы шансы на успех? Разбираться будем принципиально, ведь вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И помогать разбираться в этих вопросах сегодня будут мои гости. Это Григорий Новак, депутат, представляющий партию социалистов Республики Молдова. Добрый вечер. Добрый вечер. И Виталий Гамурарь, пресс-секретарь Демократической партии Республики Молдова, ну еще и специалист по международному праву. Так? Да. И вас рады видеть. Ну что ж, давайте начнем все-таки с инициативы Демократической партии, коль вы у нас сегодня в студии. Первонаперво, объясните, пожалуйста, мне и нашим телезрителям, вот какой термин пытаются внести в Конституцию демократов, евроинтеграции, что конкретно они будут вносить и зачем это необходимо делать? Ну, начнем с того, потому что очень много разговоров было о том, вокруг этой инициативы, о том, что якобы для того, чтобы вносить такую поправку, необходимо иметь позицию и мнение Европейского Союза. Мы не говорим о том, что Республика Молдова завтра собирается присоединяться к Европейскому Союзу, потому что есть определенные правила для этого. Мы говорим о том, что в рамках тех международных обязательств, которые Республика Молдова взяла на себя, и на основании решения Конституционного суда, которое было четко высказано о том, что договор об ассоциации является базовым европейской интеграцией для Республики Молдова является основной. Мы хотим, чтобы, опять же, путем разъяснения, чтобы этот путь в рамках тех обязательств, которые Молдова взяла на себя, чтобы он был зафиксирован в Конституции Республики Молдова. Естественно, это не завтра будет решено, этот вопрос будет обсуждаться для того, чтобы разъяснять и объяснять, что такой пункт, включение в Конституцию такой поправки, ни в коем случае не означает, что Республика Молдова отказывается от каких-либо сотрудничеств с другими странами, потому что у нас, к сожалению, Республика Молдова в данном случае является в каком-то смысле уникальной, потому что восточноевропейские страны, Центральная Европа, государства, там было проще, то есть в принципе там не ставил вопрос о геополитическом векторе. В Республике Молдова, к сожалению, такого было невозможно было сделать ни в 90-е годы, ни в 2000-е годы, ни сегодня, поэтому такого рода заявление идет в соответствии с теми обязательствами, которые взяла на себя Республика Молдова. В данном случае, опять же, с точки зрения международного права, есть обязательства, которые Молдова взяла на себя для того, чтобы показать, что на самом деле Молдова остается в дальнейшем связана этими обязательствами, вне зависимости от того, какого цвета власть, какая партия находится власти, то есть это обязательство, взятое на себя государством. Это очень важно, потому что в противном случае мы говорим о том, что не какая-либо партия продвигает, а непосредственно это обязательство. То есть не партия, а страна, получается? Государство, да. Государство, спасибо. Господин Новак, вы как к этой идее первонаперво относитесь? Я в принципе не вижу, что даст это изменение Конституции. Насколько европейцами мы станем после изменения Конституции? Или заживем лучше? Нет. К сожалению, демократическая партия, когда говорит о ассоциации или интеграции, немножко вводит в заблуждение простых граждан. Интеграция это не означает вхождение и далеко не вхождение. Это затачивание определенных законов, норм под европейские стандарты. Но это не значит ни в коем случае, что если мы подготовим законодательную базу под законодательство Евросоюза, мы сразу станем европейцами. И в ближайшее будущее, я имею ввиду, не знаю, год, два, три или через пять лет, мы через 20 лет не войдем в Евросоюз. То, что пытаются сейчас власти, скажем так, в лице Демпартии, потому что это правящая партия, это пытаются немножко реабилитировать себя перед европейскими партнерами. Либо мы видели, как на днях и на прошлой неделе, очень жесткую позицию европарламентариев разного рода. Но это сугубо их личное мнение, как они видят действия наших властей тут. Но я задаю себе риторический вопрос, и, по-моему, каждый задает себе вопрос. Почему сейчас, это первое, почему вот в такую успешку, и несмотря на то, что, скажем так, еврокомиссары дают четкий сигнал, что вот нельзя, нельзя, не доверяем мы вам. Ну, начинают. Я, как по мне, нужно начинать с другого, нужно поднимать уровень жизни, поднимать экономику, не ходить с протянутой рукой по всей Европе, не, скажем так, соблюдать права человека, потому что очень много вопросов есть. А когда мы решим все, можно взяться уже и за вектор развития. Благодарю. Вот здесь ключевое слово вектор. Все-таки получается, что мы закрепим внешнеполитический вектор. Так? Да. Вот, читала политологов, что думают по этому поводу. И мнение одного из них мне показалось чрезвычайно интересным. Ну, смотрите, он говорит так. Даже Болгария или Албания, самые лояльные в ту пору страны к Советскому Союзу, никогда не прописывали в Конституции положение об ориентации в сторону Союза. Это никому не могло прийти в голову. Конституция — это свод положений, практически никогда не подлежащих изменению. Ну вот СССР многие до сих пор считают тоталитарной державой, да, то есть как бы... Авторитарной державой. Авторитарной, спасибо. Но понимаете как? А у нас вот демократическое получается государство, по крайней мере мы так говорим, правящая коалиция так утверждает, и мы вот пытаемся сделать такую вещь. Как вы это вот можете пояснить, этот диссонанс? Ну, когда мы говорим, когда политолог говорит о том, что Болгария и Албания смотрели по-другому, нужно учитывать ситуацию, географическое положение. В принципе, в Болгарии никогда не возникал вопрос о том, станет ли Болгария членом Европейского Союза или членом НАТО. Мы сейчас говорим об Европейском Союзе. Я опять же изначально сказал о том, что Республика Молдова в каком-то смысле уникальна в данном случае, поскольку у нас нет единого, и на протяжении 25 лет не было выработано единой политики, единой позиции о том, каково будет развитие государства. Ну, могли бы вы внести, что их верность Варшавскому договору или социалистическим каким-то вот таким вот вещам? Ведь этого в Конституции не прописано, понимаете? Просто это внешнеполитический вектор. Я хочу понять, почему мы собираемся такую константу, как бы сказать, поддающийся спорам, да, с ваших слов, мы пытаемся внести в Конституцию. Вот потому что, вот смотрите, выборы проходят, побеждает партия, которая совсем не видит евроинтеграцию. За нее проголосовало большинство населения. Что в этой ситуации нужно делать? Менять опять Конституцию или наплевать на мнение народа, который считает, что это лучше? Вопрос о том, менять или не менять Конституцию после этого. Давайте учитывать, опять же, с точки зрения обязательств, которые взяла на себя Республика Молдова. Теоретически, если Республика Молдова не осуществляет этот план и не внедряет договор об ассоциации или говорит о том, что мы собираемся денонсировать договор об ассоциации, это предусматривает с точки зрения международного права возможность ответственности государства за невыполнение взятых на себя обязательств. То есть это четкая позиция нормы международного права. Об этом, к сожалению, мало говорят. Когда мы говорим о том, что почему именно сейчас возник этот вопрос, ну, во-первых, это не... Нет, вопрос был в отношении того, вот если люди на следующих выборах в 2018 году проголосуют за другой внешнеполитический вектор, а к этому моменту вот успеем чисто теоретически внести эту поправку в Конституцию, что с этим делать дальше? Будем мнением народа пренебрегать и будем им говорить, а у нас Конституция и евроинтеграция, а у нас есть решение Конституционного суда. Так будем делать? Ну, я надеюсь на то, что, в принципе, к 2018 году уже станет понятно, что европейский курс Республики Молдова является окончательным, и те реформы, те успехи, которые будут, и будут тому доказательством. А еще раз повторяюсь, потому что это фраза, которая будет записана в Конституции, это не новая, и она идет совместно с той декларацией... Она разрабатывалась, помните, в 2011 год, когда господин Гимб исполнял обязанности президента страны, и когда была создана комиссия специально по внесению изменений в Конституции, то тоже рассматривался такой вопрос, просто он был более обширным. То есть сейчас, опять же, будет обсуждение, будут и с специалистами Конституционного права, международного права, для того, чтобы эта формулировка была четкой и была понятна всем, для чего она включается. Я верю, что над этой формулировкой будут работать достаточно долго, но ваш ответ звучит примерно так. Я надеюсь, что этого не случится. Но надежда, это вещь такая в политике, на мой взгляд, очень зыбкая. То есть мы не можем с вами оперировать такими... Я надеюсь. Мы можем надеяться на разное. Но если это произойдет, получается, что мнением народа придется пренебречь. Господин Новак, вы что думаете? Я думаю, не стоит нам вообще трогать Конституцию ни под каким предлогом, имеется в виду внешнего вектора. Если бы демократическая партия предложила бы обсудить этот вопрос на референдум, на национальном референдуме, и народ Молдовы высказался бы, а власть кому принадлежит? Народу принадлежит власть. То имело бы смысл, да, вот результаты, чисто теоретические результаты, если предположить, что внешний вектор набрал бы определенный, я не говорю какое, набрал бы большинство, то тогда, исходя из этих результатов референдума, можно и включать. Но, когда они обсуждают... То же самое случилось с подписанием Мондоговой робо-ассоциации. Никто никого не спрашивал. Сейчас ситуация повторяется. А почему повторяется? Потому что промолчали тогда, и надеются, что будут молчать и сейчас. Это первое. Второе. Не проводят этот референдум, потому что знают его результат. Ибо этот поезд уже давно уехал. Я хочу напомнить, что примерно в 2007-2008 году рейтинг евроинтеграции было около 70 с чем-то процентов. Но это еще при коммунистах. Да, совершенно верно. Даже он был высоким и в 2010 году, этот вектор. И потом случилось то, что случилось, и он уже пошел вниз, причем свалился баланс, немножко сдвинулся в другую сторону. Люди начали понимать и делать немножко выводы. Я далеко от мысли, что на сегодняшний день есть политическая воля, чтобы изменить эту статью, эту положение в Конституции. А мы сейчас спросим господина Гумария в отношении референдума. Ведь на самом деле этот аргумент очень часто приводят ваши политические оппоненты. Они говорят, ну вот зачем вы берете на себя такую серьезную миссию менять Конституцию. Вы спросите у народа. Обратитесь с этим вопросом. Раз, мы всегда решите. И ни у кого не будет никаких сомнений. Готова ли на сегодняшний день Демпартия провести этот референдум? Ну, сейчас речь о референдуме не идет и не шла. Я не буду ссылаться на то, что в Республике Молдова нет традиций по проведению референдума. И в преддверии за полтора года до парламентских выборов было бы, конечно, немного не совсем понятно, зачем проводить такой референдум. А мы разве спешим, чтобы этот вектор, вот прям нам нужно до парламентских выборов непременно прописать в Конституцию? Нет. Давайте инициировать просто дебаты, да, вот говорить и проводить референдумы. Ну, дебаты они и будут, дебаты будут о том, что насколько это хорошо, насколько это плохо. И в процессе, я надеюсь, что в рамках этих дебатов будут приведены те аргументы относительно будущего Республики Молдова. Потому что я приведу один из примеров. Страны Центральной Европы, перед тем, как задолго до того, как стали членами Европейского Союза, они подвели свое законодательство от и до под европейские стандарты. При этом им не было необходимости вносить Конституцию такого рода положения, поскольку все политические партии были четко, знали о том, что будущего, кроме как и в Европейском Союзе, в этих странах нет. И опять же повторюсь, в Республике Молдова такого не было. И тот договор об ассоциации, который был писан, это типичное международное соглашение, которое подписывает государство. И в ситуации, в которой наши соседи, я не говорю про Румынию, члены Европейского Союза, я говорю про Украину, которая тут также определила для себя вектор европейской интеграции. Я говорю о некоторых других странах, которые тоже говорят о том, что об этом векторе. А если учитывать, что возможность урегулирования различного рода конфликтов, которые были на территории бывшей Югославии, они регулируются исключительно в процессе европейской интеграции. То это возможности для Республики Молдова, в том числе урегулируют и наш Приднестровский конфликт. То есть будущее нужно рассматривать намного шире. Мы говорим сейчас о стратегии, не просто о тактике, а о том, что завтра мы внесем соответствующие изменения в Конституцию. Ну, вот вы говорите о стратегии, о тактике, это красивые слова, а я вспоминаю Брекзит. Вот почему граждане Молдовы отказаны? Вот англичане могли высказать свое мнение. Хотят они, значит, видят они свое будущее, связывают ли с Европой евроинтеграция, да, или нет. А получается, что мы заведомо нашим гражданам в этом отказываем. Мы говорим им, а не важно, что мы вот прописали в Конституцию. Не отказываем, но навязываем. Я мягче все-таки выражусь. Гасан Громурай, разве не так? Ну, во-первых, если говорить о Брекзите, то давайте посмотрим, что сейчас происходит на территории Великобритании, поскольку многие из тех, кто проголосовали, на утро проснулись и спросили себя, за что мы голосовали. Те проблемы, с которыми сталкивается сегодня Великобритания, вот поэтому и говорим, что мы смотрим немного дальше, нежели просто на сегодняшний день. А, то есть мы умнее британцев. Ну, пытаемся учитывать их опыт. Пытаемся учитывать их опыт и те ошибки, через которые прошли, потому что, да, конечно, британский прагматизм мы видели и тот референдум, который проводили по Шотландии, выходе, и опять же, разница между Великобританией и Испанией, по Каталонии. Здесь тоже нужно учитывать все эти положительные и отрицательные моменты. И мы исходим из того, что, да, на самом деле, тот договор об ассоциации, который был подписан, это большой успех для Республики Молдова, учитывая, что экономический рост возможен только в рамках европейской интеграции и, в принципе, имея за основу решение Конституционного суда. И поскольку это не новая идея, эта идея уже обсуждалась, мы говорим о том, что сегодня начинаем обсуждать и, в принципе, разъяснять, что такое в рамках дебатов достичь того компромисса о европейской интеграции Республики Молдова. Господин Новак, вот не верят, наверное, в народ все-таки до конца демократы, если не идут и не спрашивают у них на референдуме. Куда хотите двигаться? Это намного проще. Даже если самый демократический процесс, который может быть в этой области, это и есть референдум. Но даже если не будет референдума, то буквально через год у нас будут выборы. И вот народ Молдовы как проголосует, вот тут и будет вектор. Вот увидите. Это так и есть. Это есть. Потому что голосуют за партию в том числе геополитически. Не в том числе, а у нас, наверное, показывают выборы. Есть, которые голосуют еще, руководствуются программой, которые представляют партии в предвыборной кампании. Но большинство, я тут с вами соглашусь, большинство руководствуется именно геополитическим вектором. В данном случае, первое, демократы никогда не проведут этот референдум, потому что знают, что это закончится фиаско для них. Второе, будут парламентские выборы очередные, именно докажут, что эта фиаско неизбежна. Поэтому на сегодняшний день вопрос как стоит. Поменяют сейчас демократы или не поменяют это положение Конституции и ведут евроинтеграцию в Конституцию? Ну что, если мы придем к власти, нам опять надо менять? Или еще лучше? Надо провести референдум для того, чтобы доказать всем, что мы правы, и потом уже менять Конституцию? Нельзя трогать, потому что введением определенных положений в Конституции это не сближает к Евросоюзу. Я хочу вам напомнить, если вы помните все, у нас 2010-2011 год, началась эта лихорадка вывешивания флагов Евросоюза, везде вывешивали, на библиотеке, на школы, на деревьях. И что? Мы стали больше европейцами? Или вступили в Евросоюз? Или мы забыли, как нам обещали, что вот, через пару лет, вот, 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 мы уже близко. Или мы забыли, что именно под этим лозунгом о вхождении в Евросоюз стырили миллиарды из банковской системы? У нас мы что, это вычеркнули из памяти? Нет. Так не нужно обманывать людей. Это цинично. Люди понимают, что именно кто, кто сейчас толкает эту идею евроинтеграции? Те же, которые виноваты в краже миллиарда. У нас что, есть какие-то судебные дела? Кого-то посадили? Нет. Все хорошо вроде бы. Прошло почти три года, и вот, ни слуху, ни духу. Господин Гамурарь, вот, интересно для меня является еще и такой момент, что, смотрите, когда создавалась вот эта рабочая группа или комиссия, не знаю, как правильно сейчас это назвать, демократов не поддержала ни одна фракция, кроме группы независимых депутатов, куда они тоже делегировали двоих. Смотрите, демократам отказали либералы, либерал-демократы, коммунисты, социалисты. И расклад выглядит таким образом. Получается, что кроме демократической партии и вот этой группы депутатов эту идею у нас не разделяет никто. Не кажется ли это вам, что это в принципе опасно? Без референдума, с одними демократами, где консенсус? Я не думаю, что одни демократы только говорят о том, что в европейской интеграции, опять же, сошлюсь на ту рабочую группу, которая была создана президентом ГИМПу в бытность, где либерал-демократы и либералы четко тоже просматривали вопросы. Извините, очень четко давайте так, либерал-демократ сказали, мы не будем в этом участвовать, потому что у нас есть поправка по Конституции в 13-й статье, вы нас не поддерживаете, до свидания, мы с этим не работаем. ГИМПу сказал, что он видит евроинтеграцию только как унирю, тоже не собираются там работать, коммунисты тоже самое отказались, Владимир Николаевич Воронин четко сказал, что это социальная норма, так вот он ее назвал, это вообще нет смысла вписывать в Конституцию. Позиция социалистов нам ясна, потому что ее сейчас излагает господин Новак. Никто вас не поддерживает. Говорить о том, что коммунисты не поддерживают или поддерживают, нужно учитывать, что сама идея европейской интеграции или тот документ, который был подписан, не имея юридических обязательств, еще в 2003 году он был подписан, когда партия коммунистов была во власти. Они инициаторы, да. То есть однозначно. Далее, либерал-демократическая партия и либеральная партия. Я думаю, что это вопрос о политической зрелости в Республике Молдова, поскольку вот эти обиды из-за того, что эта инициатива исходит от демократической партии. И мы говорили о том, что давайте создавать рабочие группы, давайте создавать и проводить различные мероприятия для того, чтобы разъяснять, объяснять. И тогда избиратель на самом деле в 2018 году увидит четко, кто за что и кого интересует на самом деле будущее Республики Молдова и кого нет. Мы исходим в том числе из того, что это обязательство для Республики Молдова на международном уровне. Обратите внимание, что было сделано французским парламентом перед 68-м годом. Одним из последних законов был закон о национализации. Для того, чтобы национализация не проходила по другому пути, были опасения, что придут популистические идеи, придут к власти и потом начнется совершенно другая. То есть действие закона это основа. И в данном случае мы исходим из того, что Республика Молдова имеет обязательства по отношению к Европейскому Союзу, которую должна выполнять. Иначе будущей Республике Молдова непонятно, как оно будет. Посмотрим, что будет, потому что декларация о том, что европейская интеграция возможна только через объединение с Румынией. Это декларация, которая в принципе эта либеральная партия уже готовится к предвыборной кампании. То есть, если правильно вас понимать, вы надеетесь на то, что эти фракции, эти партии, они одумаются и поменяют свое мнение? Или на что? Я надеюсь на то, что они в принципе будут участвовать в этом переговорном процессе. Они должны понимать четко, что за этим процессом будет следить избиратель, за этим процессом будет следить все общество. Эти процессы будут открыты, эти процессы будут обсуждаться и в том числе говорить плюсы и минусы, с которыми столкнутся Республики Молдови. Тогда будет интересно послушать, кроме того, что мы не хотим, потому что это исходит от демократической партии, а что конкретно, почему вы этого не хотите? У меня есть одна версия, почему они не хотят, потому что это исходит от демократической партии и следовательно, я вот попозже вернусь к этой теме, пока хочу послушать господин Новых. Господин Новых, смотрите, вы не одиноки в парламенте в отношении изменения конституции в сторону европейского вектора? Может быть, как-то фракциям, тем, которые не согласны с этим выступить или с каким-то совместным заявлением. И вот тоже сказать, уважаемые демократы, все хорошо, но нет. И голос будет звучать уже весомо. Только будут одни социалисты. Мы, в принципе, не против сделать такое заявление. С нашей стороны мы полностью открыты. Но вопрос в другом, а что это даст? Кто это послушает? Ну, кроме народа. Народ и так знает нашу позицию. Но дело немножко в другом. И вот господин Гаммурар знает, что такое конституция. Конституция — это высший закон в стране. Вот, иерархия, самая высокая точка, да? Конституция — это свод законов и прав. Да? Что такое евроинтеграция? Это закон или право? Я начала с этого эфира, я просила, чтобы вы мне оба объяснили. Не знаю, боком она туда, под каким соус ее туда подать. Это никто не может ответить на этот вопрос, потому что, ибо это пахнет немножко другим. В конституции написано, что любой человек свободен мыслить, как он хочет. Вот я так думаю, и все. Да? Пускай так думает. Но навязывать человек, потому что человек обязан соблюдать конституцию, да? Ну что, если я думаю иначе? Вот я не думаю, что евроинтеграция — это хорошо, к примеру, да? Или любой другой гражданин. Получается, что я нарушаю закон. Да. Получается так. Еще после толкования еще конституционного суда вы уже нарушаете. Теперь есть отдельная статья Конституции, что я свободен думать, мыслить, как я хочу, да? Вот и свободен, свободно могу и передвигаться, и не передвигаться. То есть все, вот есть эти разные положения Конституции. То есть мне сейчас, вот не мне, вообще народу Молдовы, вот нам сейчас навязывают, если, не дай бог, введут это положение в Конституцию, чтобы мы нарочно, вот сознательно нарушали закон. И что это, и чем это грозит, чем чревато, потом что? Последует отдельная статья в Уголовном кодексе за несоблюдение Конституции? Есть такая версия. Ну, дойдем до маразма, просто, если рассуждать так. Есть такая версия, и вы не слышали, что на самом деле вот за этой инициативой стоит просто-напросто желание получить какие-то предвыборные очки. Да? Что, вот смотрите, давайте рассмотрим такую ситуацию, чтобы было понятно. Когда сформулировано будет в комиссии, что хотят, обратятся в Конституционный суд. И вот представим себе такую ситуацию. Конституционный суд говорит вам, ну, это, в принципе, не вписывается, да, значит, в Конституционные какие-то нормы, и вы не можете, значит, менять основной закон и добавлять там такие положения. Тогда я себе подумала, а что выигрывают демократы? А выигрывают, в принципе, две вещи. Первое. Они прочно застолбят за собой имидж самой проевропейской партии, покажут всем европейцам, да, значит, я имею в виду структуры ЕС, что они самые-самые, что называется, проевропейские настроенные. И второе, ну, наконец, могут сказать, вот широко и открыто, вот смотрите, вы говорили, Конституционный суд только вот, значит, поддерживает демократов, принимает законы только, значит, в пользу демократов. Вот это все неправда, вот и нам, Конституционный суд, отказал. То есть демократы ничего не теряют, они просто делают много-много-много-много-много шума, который, к сожалению, потом может не вылиться ни во что. Комментируйте. Ну, такого, такого рода заявления были сделаны и ранее, и по поводу наших инициатив относительно изменения выборной системы, и по некоторым другим документам. мы когда пришли, когда взяли на себя ответственность власти в Республике Молдова, мы понимали четко, на что мы идем, потому что намного проще предвыборной за год до выборов находиться в оппозиции и просто критиковать власть. Намного сложнее проводить те реформы, потому что общеизвестно, что результаты реформ, они заметны намного позже, то есть через некоторое время. И неизвестно, когда они будут замечены. Вот те положительные последствия, я не имею в виду малые шаги, а большие шаги, невозможно будут после 2018 года. То есть мы четко понимаем, на что мы идем. И без соответствующего этот документ, который про европейскую интеграцию, я не хотел бы комментировать, какого будет положение Конституционного суда, на то на Конституционный суд мы каждый раз говорили, что мы уважаем решение Конституционного суда, но я привожу, опять же, пример, исхожу из практики балканских стран. Хорватия, там 52% проголосовала за вхождение в Европейский Союз. Мы сейчас не говорим про вхождение, мы говорим за тот вектор, который мы себе выбираем. Но при этом Хорватия четко даже в 2000 году, когда пришли к власти те, которые были против европейской интеграции, они поняли, что другого выбора у государства нет. И они начали сотрудничать с Международным уголовным трибуналом по бывшей Горуславии одно из условий для того, чтобы были открыты двери перед ними Европейского Союза. Республика Молдова должна четко дать понять, и это мы хотим, и это мы, в принципе, говорим это и на национальном уровне, и на внешнем уровне нашим партнерам о том, что мы не собираемся менять наш курс, и те обязательства, которые есть перед Республикой Молдова, они будут выполняться, потому что это включение в Конституцию, оно будет параллельно с теми реформами, с теми продвижениями тех положений, которые есть и имплементация, и договор об ассоциации. Поэтому я бы не хотел, и не стал бы говорить о том, что мы создатели... Мне важно было, чтобы вы сказали, вы исключаете развитие ситуации в том ключе, в котором так подробно описала я. Это может быть. По крайней мере, я такое впервые слышал, то есть я это не обсуждал. Ну, не впервые, я имею в виду, что слышал разговоры в оппозиции, некоторые политологи, но мы даже близко такой вопрос не ставили. То есть вы думаете, что Конституционный суд все-таки поддержит? Мы не знаем, что думают. Мы сейчас видим это решение, мы говорили о том, что будут создаваться рабочие группы, будем советоваться и с академическими кругами, и с экспертами, в том числе и за рубежа, для того, чтобы четко было понятно, правы мы в этом или нет, или есть какие-то проблемы. Спасибо. Господин Новак, вам как моя версия, которую я сейчас изложила? Вам кажется это вероятным или нет? Эльмила, я еще в начале передачи сказал, что я далек от той мысли, что это одобрят сами европейцы. Почему я говорю? Потому что, во-первых, европейцы прекрасно понимают, что на длительный срок Республика Молдова не войдет в Евросоюз. И будем менять мы Конституцию, не будем менять Конституцию, от этого ничего не изменится. Второй момент. Вот господин Гамурарь говорит, что курс ДПМ на евроинтеграцию, курс Республики Молдова, да, вы сказали. Я хотел бы отметить, что это не курс Республики Молдова, это курс ДПМ, поскольку ДПМ не спросила никого. будут делать или не будут делать про реформы, которые вы говорили. Естественно, не будете вы делать никакие реформы, потому что до сих пор не сделали. И европейцы вот на днях это подтвердили, именно у Рязани это финансирование. То есть, четкий месседж прозвучал. На реформирование системы правосудия, вы имеете в виду, да? Вот вчерашний это правильный решение. А там последует и в других областях. С 2011 года европейцы начали активно финансировать. За 6 лет можно не знать было, что реформировать в этой судебной системе. Вот я не могу понять. Реформа это состоит в мебели или состоит в зданиях, что переводит, или в оптимизации судебных инстанций? Да нет. Если мы говорим о реформе юстиции в целом, вот то, что сделали закон об оптимизации карт судебных инстанций, это полный бред. Вот я хочу понять, вот, к примеру, на юге, там вот Штефанводский район, Каушаны и, по-моему, еще Новая Нена. То есть, три района будут скапливаться в один район. Так, секундочку, а у нас инфраструктура под это есть? Нету? Я понимаю, к чему вы говорите. И тут сразу все, дальше не надо идти. Инфраструктуры нету, у нас нет такого большого здания. Какое здание есть, не знаю, в Каушанах, там будет суд. Нету такого. То есть, вы хотите сказать, что сами европейцы не одобрят эту идею? Да они сами видят, что не справляются с реформами. Ни в одной области. И вот увидите. Поняла, поняла. Последуют еще другие направления по урезанию финансирования. Господин Гамураль, вот, кстати, в отношении европейцев, а почему бы не обратиться в Венецианскую комиссию заранее? Демократам. Вот спросить, написать, мы хотим внести вот это в Конституцию. Что вы думаете, уважаемая Венецианская комиссия? Потому что мы знаем, что еще с прошлого нашего голосования за смешанную систему вы остались не очень довольны тем, что мы делали. Но на самом деле это было. Почему вы это не делаете? Почему вы сразу занимаетесь серьезными такими шагами? Создаете комиссию, суд? Почему вы сразу не спросите европейцев? Для того, чтобы спросить, во-первых, нужно обсудить внутри государства. Это внутренняя политика страны, которая указывает на то, каков будет вектор. То есть, это некое сообщение, которое дается в том числе европейцам. Впоследствии, потому что эта идея... А что можно сказать европейцам? Никто не поддерживает. Нет. Вы же видите. Мы же не говорим о том, что мы хотим завтра стать членами Европейского Союза. То есть, вот здесь бы надо было спрашивать европейцев. Мы говорим о том, что Республика Молдова не видит своего развития как внешняя политика, как в сотрудничестве с Европейским Союзом. И имплементация тех положений. Это внутреннее дело государства, которое... Я уже приведил пример. Это и Венгрия делает, это и Чехия, еще Чехословакия, бутность, потом Чехия и Словакия. То есть, страны, которые подвели свое законодательство и все свои стандарты под европейские стандарты. И тогда, когда возник вопрос об обсуждении о том, что возможно ли сотрудничать и как будут сотрудничать, было понятно, что у них одни и те же правила. То есть, вот это мы хотим. Для того, чтобы было понятно, что мы идем по пути европейской интеграции, но это не означает даже близко, что мы завтра обратимся к Европейскому о том, что мы хотим стать членами Европейского Союза. То есть, то партнерство, которое сегодня существует, в рамках этого партнерства мы хотим развивать в дальнейшем наши отношения. Я понимаю, но в отношении изменения Конституции почему бы не обратиться к венецианцам? Это напрямую их епархия, если можно такое разница. Всегда Молдова, вот наш, когда думали менять Конституцию, то, что было в 2000 году, 5 июля, всегда обращались вначале в Венецианскую комиссию. Приезжали наши делегации, президентская говорила, что венецианцы поддерживали президента, депутаты приезжали, говорили, поддерживают парламент. Не важно, обратитесь, получите заключение, потом мы будем говорить об этом. Мне кажется, что это было бы, наверное, по крайней мере, ну, не знаю, наверное, грамотно. Ну, не стану спорить, наверное, вам виднее. Я объясню, почему это, Милла. Тут очень просто. Венецианская комиссия дает рекомендации исключительно юридического характера. В данном случае то, что пытаются вводить вот это положение евроинтеграции, она не подразумевает и не входит вот в этот термин юридического характера. То есть, вы думаете, они боятся получить от них вот такой отказ, да? Да, оно очевидно, что будет отказ, потому что иначе не может быть. Если вы правы, тогда получается, что у демократов появится большая головная боль, если верить всему году. Демократовая комиссия это юридический орган, а не политический. Я поняла. Давайте поговорим об инициативе ЛДП. Господин Новак, я ведь не ошиблась, если скажу, что социалисты категорически против. Правда? Вот так, коротко и ясно. Вы не собираетесь менять статью Конституции, называть язык румынским. Так? Так. Вот. А вот господину Гамурарю интересно задать этот вопрос, потому что 34 подписи сегодня появились, и среди них три демократа. Я пытаюсь понять, как такая важная, очень важная вещь, как государственный язык, то есть какие-то люди поддерживают в самой большой фракции, а какие-то люди нет. Могу назвать фамилии, если хотите. Или вы знаете. Конечно. Да. Значит, кто подписался у нас? Господин Журавский, господин Хатиняну, Найя Семен Плешко. То, что я вот видела, для себя выписала. Да я могу перечислить всех. Не нужно. Всех господин Гамурарь не может ответить за других депутатов, но мне хочется, чтобы он ответил за демократ. На самом деле, какая позиция у демократической партии? Потому что читаешь Марианна Ильича Лупу, особенно раннее его заявление, так он вообще прямо сказал, с научной точки зрения язык молдавский, что там думать? А вот нет. Некоторые члены партии считают по-другому. Как такое? Я бы стал разграничивать вопрос о том, политически и научно, потому что вопрос о языке, по большому счету, это не политики должны давать определение. Это раз. Во-вторых, каково будет... Это ученые должны высказаться по этому поводу. Но так получается, у нас политики именно и дают. Но о том, что какова будет позиция демократической партии, посмотрим в процессе голосования, посмотрим в процессе обсуждения, потому что те депутаты, которые поставили свои подписи под этим документом, это их личное мнение о том, что необходимо рассматривать, какова будет позиция в дальнейшем, как они будут голосовать, я не могу сказать по этому поводу. То есть, опять же, вопрос об языке, к сожалению, он является политическим с самого начала. Вспомнишь, когда принималась конституция, я разговаривал с людьми, которые создавали конституцию, там был вопрос о том, что назвать его румынским, назвать его как... Мы нашли такой компромисс, поскольку только распался Советский Союз, долгое время еще целое поколение, которое жило под этим, где это молдавский язык и так далее. И на сегодняшний день, то есть, я всегда приводил один пример, проходя мимо русскоязычных школ в Кишиневе, и вот слушая, как дети говорят о том, какой у них следующий язык, какая следующая лекция. То есть, я никогда понятия молдавского языка не слышал. То есть, поэтому эти вопросы, наверное, сейчас, по мнению либерал-демократической партии созрел, потому что мы высказывались о том, я был противником того, что был некий торг, то есть, мы хотим предложить внести в векцию. Вы нас поддержите в этом, а мы продолжим поддержать. Каждый вопрос рассматривается отдельно. Было такое предложение у либерал-демократической партии? Давайте посмотрим. Не скромничайте, господин Гоморарь, вы все-таки помогли либерал-демократам, не вы конкретно, а демократы, потому что вы предоставили свои подписи. Если бы подписи этих людей не было, то они не смогли бы обратиться в Конституционный суд. Так? По закону. Это их не было. Да. Так что в этом отношении давайте будем справедливыми. Но вы сказали замечательное слово. Компромисс. Вот тогда был найден компромисс. Это означает, что на самом деле в обществе этот вопрос бесконечно муссируется. Кто бы ни что не сказал, и Конституционный суд не сказал, и политики говорят. Вот у каждого свое мнение. Это вопрос принципиальный, просто вот я не знаю, наверное, из всех принципиальных у нас в Республике Молдова. Что говорит ведь опыт? Вы же знаете. Такие чувствительные темы. Они в принципе решаются такие вот вопросы двумя путями. А. Референдум. Б. В такие моменты, когда обстановка в обществе является крайне благоприятной, когда общество достигло своего определенного уровня развития, когда люди, извините, сыты, когда им есть что есть, а потом уже будем говорить о том, на каком языке мы говорим. Извините, я не вижу здесь ни референдума, я не вижу здесь ни благосостояния, благополучия наших граждан. А мы им опять пытаемся вот насильственно этот вопрос решить. Разве не так? А неизвестно еще, какого будет решения. Возможно, этот вопрос будет заморожен. Потому что в международной практике существует очень много примеров, когда какие-то вопросы, которые являются чувствителями для общества, они обсуждаются, потом замораживаются на некоторое время, потом начинают опять обсуждаться. То есть, ну, говорить об этом необходимо. А то, что одна из партий пришла с этой инициативой, опять же, нужно рассматривать, в том числе, и их обещания перед своими избирателями и, возможно, уже подготовка к предвыборной кампании. Но я, опять же, исхожу из того, что я не знаю, каково будет решение в дальнейшем, как проголосуют. Возможно, этот вопрос и будет заморожен для того, чтобы впоследствии его обсуждать дальше и в обществе подводить, разъяснять, что к чему. Потому что для меня в любом случае по конкретным вопросам никто не собирается объяснять врачу, как называется та или иная операция. То есть, то же самое и здесь. Но на самом деле сегодня, к сожалению, на протяжении, да не только сегодня, на протяжении всего этого времени общество по этому вопросу разделено. Но говорить об этом необходимо, потому что оставлять просто так этот вопрос, когда некоторые считают так, некоторые считают по-другому, это тоже не самый правильный подход. Я приводил пример, когда государство, например, заключает двустороннее соглашение, договор о разделении границы или о мире, о дружбе и сотрудничестве. И они говорят, есть нерешенный вопрос о демаркации границы. Давайте оставим для следующего поколения. И они делают его, например, 20 лет заключают... Все, теперь поняла, почему нет договора о границе между Республикой Молдовы и Румынией. Почему нет договора? Договор 1926 года между СССР и Румынией, мы являемся правоприемниками этого соглашения. Нет, очень многие политики считают, По такой логике мы правоприемники еще Конституции, то есть... Нет, ребят, давайте давайте сделаем... То, что говорят политики, это одно, то, что говорят юристы, я вам говорю, как юрист международник. Мы являемся правоприемниками договоров действующих на территории Республики Молдовы. Но это также другое, что власть в Республике Молдовы была разная, и когда у власти были коммунисты, они много раз говорили румынам, что мы хотели бы заключить договор между Республикой Молдова и Румынией. И румыны каждый раз говорили нет. Нет, договор, он действует, он действует. Поэтому... Это договор заключать другую о переходе границ. Это другое дело. я сейчас... Давайте собьемся. Более того, румыны первые признали нашу независимость и до сих пор не признали... Да, я считаю, что... договора возграницы. Какие-то вещи, видите, мы хотим прописывать в Конституции, какие-то основополагающие моменты, мы, к сожалению, оставляем другим поколениям. Господин Новак, ну смотрите, что происходит с языком у нас. Каждый год сюрприз. Вот у вас к вам вопрос такого рода. Почему не хватает решения Конституционного суда? Ведь он совсем недавно сказал, что у нас Декларация о суверенитете превалирует. О независимости. О независимости, извините, да. Превалирует над Конституцией. Язык наш называется румынский. Но на этом решили не остановиться. Что происходит? Потому что то, что сделал Конституционный суд, это полный юридический бред, если хотите, извините за выражение, но по-другому его сложно назвать. что вот преамбул превалирует, ну это умово непостижимо. Но это и этому есть и логическое объяснение. В Конституционном суде пятеро из шести судей это граждане Румынии. Они у них молдавское гражданство, потому что они тут родились, а получили румынское гражданство. Потому что было можно. Да, дав клятву тому государству. И согласно той Конституции там немножко другой язык. Естественно они не могли вынести другое скажем так решение Конституционного суда. То, что это нонсенс юридически и то, что они сделали, это одно. И все это понимают, потому что если бы это было юридически обоснованным, они бы остановились на этом. Менять Конституцию вот ну это то же самое вот насчет языка то же самое, что и евроинтеграция. Уже вот сделали все и Украине, в соседнем государстве в Украине, да? Как вот этот закон образования. Сколько? Уже две недели промульгировал Порошенко этот закон. Да, уже вчера Совет Европы высказался. Уже две недели живут как в раю. Поменяли вот закон и живут как в раю. Раскритиковали и венгры и румыны. Мы в том числе. Мой коллега сегодня в ПАСЕ очень жестко раскритиковал промульгирование этого закона, потому что это нарушает напрямую права права на обучение в том числе наших граждан молдаван. А уже европейских нормах и принципах уже всем понятно, что тут нарушили все, что можно. На самом деле это на сегодняшний день либералы, либерал-демократы потеряли скоро выбор, а на выборах с чем-то надо идти. Понятно, что ими уже никто не верит, как и Демпартия. Демпартия схватилась за эту евроинтеграцию, потому что мы ввели в Конституцию, осталось чуть-чуть и уже будем жить в шоколаде. А тут есть другая сторона, которая говорит, посчитали чисто математически, не хватает голосов, значит, можно сейчас чуть-чуть подергать за ниточки. А вот мы предлагаем это. И как говорит торг. Не знаю, чем закончится этот торг. Вот господин гамурарий торг как раз отрицает. Он говорит, мы не торгуемся, да? Мы изначально так сказали, что мы идем в свои инициативы, потом идем в демократ и пришли в свои инициативы. Ну, я вам говорю, вы говорите потом, что вы на телевидении, я вам говорю правду. Понимаете, это разные вещи. Я говорю то, что думаете, а вы говорите то, что надо. Для того, чтобы собрать, надо прийти на телевидение, господинолог. Вы не очень высокого мнения о нас, так, не продолжайте, с разными коллегами в парламенте. Ну, по крайней мере, насчет этого я пытаюсь, чисто человечески пытаюсь понять господина гамуря. Он иначе не может говорить сейчас. Но это и есть торг. Я предоставлю вам реплик по господинам гамуря. Это и есть торг. Я хочу сказать, что насчет этого торга очень много членов фракции демократов против, против этого, потому что... То есть вы общались между собой сегодня? Буквально сегодня даже. Особенно вот есть... Ну, как могут, к примеру, представители от нас, гагаузов, да, гагаузов, там, сколько их, трое или четверо, по-моему, четверо, да, в демократической партии. Ну, как они могут объяснить в гагаузе, там, что вот они проголосовали за румынский язык. Но это никак не вписывается в сценарий. То же самое есть и русскоговорящие, товарищи там тоже против. Вот сегодня по этому проекту рапорт адвоката Катарабая, вы видели, сколько шума из-за русского языка? Там одно положение и все. Только затронули эту тему и на 4 часа застряли в дебатах. Дебаты были, я вам говорю честно, дебаты были не только на микрофонах, а уже и в зале пошло там между собой. Это открыть этот ящик Пандоры не стоит, это никому не надо. Благодарю вас. Будет реплика у вас. Я хочу сказать, что, во-первых, когда мы говорим о гагаузах, то, что они изучают себя в гагаузе, они изучают румынский язык, и то, что на протяжении долгого времени власть, вне зависимости, какая партия была при власти, власть игнорировала данный вопрос о том, что проводить дискуссии, проводить круглые столы и так далее, для того, чтобы можно было прийти к какому-то единому согласному, это совершенно другое. То есть здесь на самом деле были проблемы. Я приводил пример, даже когда договор об ассоциации, перед тем, как подписывать, я помню, я разъезжал по районам в рамках одного проекта, в том числе и в Тараклии, и в Камрате, и когда мы разъясняли, что он предусматривает, он не предусматривает никакой европейской интеграции, он не предусматривает отказ от каких-то других рынков или от других отношений. А, вы полагаете, что вы поедете в гагаузию, скажете, и убедите, что язык румынский гагаузы скажут «да». Я жду решения парламента, я говорил о том, что возможно будет найден некий компромисс о том, чтобы заморозить данный вопрос, возможно проголосовать. Подождите, так они же уже обратились в Конституционный суд, то есть как заморозить в парламенте или чтобы они свою инициативу забрали? Я говорю про парламент, про то, как будет обсуждаться в дальнейшем, потому что очень многие вопросы, которые высказываются или обсуждаются либо не до конца, либо вот иногда такое впечатление, будто нет четкой программы по рассмотрению этого вопроса. Обратите внимание, вот когда мы говорим о том, что сегодня здесь разговор о том решении Конституционного суда или о гражданстве судей, во-первых, законодательство Республики Молдова предусматривает двойное гражданство, во-вторых, международные договора предусматривают, что человек несет ответственность на территории того государства, где он находится. То есть для нас он гражданин Республики Молдова, для Румынии он гражданин Румынии. Если он здесь совершит преступление, то он будет отвечать у нас и никак не будет вопрос о том, что Румыния заступит за него. Очень мало времени у нас осталось. Я все-таки попросила бы вас спрогнозировать, каким будет решение Конституционного суда в отношении этой инициативы. Григорий, дадут зеленый свет? Я не забегаю в парламент. Я вначале... Я думаю, эта инициатива будет продолжением того решения, которое у нас уже есть. Но все-таки есть доля вероятности, что господа судьи будут руководствовать непосредственно законом, а не убеждениями, скажем так. Вопрос в том, какова эта доля? И лично я прогнозирую, что это, по крайней мере, будет продолжением того решения, которое, опять же, ни к чему не приведет. Потому что... Даже, точно, если даже поменяют Конституцию, у нас вот народ будет между собой, те, которые убеждены молдовенецкие, а мы говорим на молдавском. Так и будут продолжать. Так и будут продолжать, как и продолжать на сегодняшний день. Вот есть один лагерь, который говорит так, второй говорит вот так, несмотря на то, как написано. Это будет продолжаться дальше. И все. Спасибо. Коротко вам тоже дам полтора минутки. Прогноз. Не думаю, что Конституционный суд изменит свое решение. У нее есть четкая позиция. Но, с другой стороны, надо учитывать, что в современном мире мы видели декларацию главы Каталонии, который сделал декларацию очень четко по поводу своего референда, но при этом оставил место для диалога. То есть я так понимаю, что и так оно должно быть. Если мы говорим о европейских ценностях, в том числе о том, что мы говорим вектор европейской интеграции, мы должны учитывать вот те традиции, возможность вести диалог для того, чтобы общество не было, чтобы общество смогло найти общий язык и для того, чтобы впоследствии можно было обсуждать не как враги, а как... То есть вы надеетесь, что Конституционный суд даст такое толкование, чтобы появилось в АЗАТах? Я надеюсь, что Конституционный суд, поскольку знают, что там сидят профессионалы, что Конституционный суд даст решение, которое в принципе будет воспринято нормально и будет соответствующее разъяснение. Спасибо. Наше время вышло. Я вас, конечно же, благодарю за участие в этой передаче. Тема у нас была сложная, но важная. И прежде чем закончить наш эфир, вот хочу вспомнить то, что все время говорили коммунисты. Мне кажется, что вот это как раз они говорили правильно. Они говорили, прежде чем решать вопросы языки, надо все-таки народу что-то на этот язык положить. Мне кажется, лучшее по отношению функционирования языков на территории Республики Молдова все-таки не говорил никто. Наверное, настало время к этому тоже прислушаться. Спасибо вам большое. Приходите к нам еще, будем дискутировать. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова